Ребята, привет! Идемте за мной! Только не удивляйтесь, сегодня я буду снимать видос с мамой и младшим братом. Если вы помните, в прошлом году, тоже летом, в такую же жару, моя сестра Маша сняла прикольный видос, в котором она пранковала маму и нашего брата. Пранки, кстати говоря, получились очень смешные и безобидные. Этот видос вы продолжаете смотреть, потому что он получился веселым и таким прикольным. Вот я и подумала, снова лето, жара, каникулы, почему бы не снять вторую часть? Только теперь буду пранковать маму и брата я. Мама думает, что я сейчас ухожу к подругке, но на самом деле это не так. Я отойду ненадолго, а потом вернусь, чтобы беспалевно осуществить то, что я задумала. Ладно, все, надеюсь, у меня все получится, погнали. Все, мам, я ушла, пока. Оставлю ворота немного приоткрытыми, чтобы без шума вернуться домой. Хотела маме позвонить, а она сама мне звонит. Алло, Алло, Тома. Да, хорошо, мам, я уже почти дошла, да, и сейчас чаек будем пить. А у вас как дела? Тоже все клево? Ну, давай там от меня, Назарчика, поцелуй. Все, давай, пока-пока, мам. На самом деле, я никуда не пойду. Прямо сейчас возвращаюсь домой. Вот черт, еще не хватало между ворот застрять. Блин, а! Вон, ребята, смотрите, мамы с Назаром гуляют там. Когда я бежала, во дворе кое-что заметила за мной. Вот, смотрите, красная машинка Назара. Ей можно управлять еще и с помощью этого пульта. Вот они сейчас удивятся, почему машинка сама по себе ездит. Все, погнали. А, Назар, там машина сама ездит. Что такое? По нем проверим. А, это как? Назар, она сама ездит. Эй, ты что? Эй, вот там вообще. Назар! Ничего не понятно. Я не поняла, Назар, это как? А ну, покажу, у тебя пульт есть? Так, пульта нет. Странно. Но в такую жару неудивительно, что техника сходит с тма. И у нас сама ездит машина. Обалдеть, еще и Назара покатала. Мама, по-моему, вообще ничего не поняла. Она идет. Так странно, пульт лежал на месте. Как она сама ездила, вообще ничего не понятно. В общем, ребят, пока все идет по планам. Буду ждать удобного момента для следующего пранка. Ложечку за маму. Ложечку за папу. Ты мой голодный малыш. Давай еще одну ложечку за бабулю. Стоп, Назар, я забыла суп выключить. Я сейчас приду. Охраняй кашу, хорошо? Все, я сейчас, быстро. Назарчик, держи, пока мама не видит. Держи, это тебе сгущеночка вкусная-вкусная. Только меня не выдавай назад. Так, супчик выключила. Так, я не поняла, а это что такое? Подожди, а где каша? Откуда сгущенное молоко? Тебе нельзя сгущенку, сынок? Ты где ее взял? Куда ты кашу дел? Ничего не понятно. Хватит есть, тебе нельзя сгущенку кушать. У Назара очень вкусная кашка. Ребят, пока это все прокатывает. Потому что мой младший братик не умеет разговаривать. А прикиньте, если бы он начал кричать, Тома, 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 и мама бы прибежала. А она-то думает, что я ушла. Ура, сейчас мы будем с Назарчиком рисовать. Какой выбираешь, Милок? Давай розовый, вот такой большой. Смотри, можно нарисовать вот такой кружочек. Держи. Внутри закрасить можно вот таким вот голубым. Смотри, оранжевым закрашивай. Ой, по-моему, телефон звонит. Держи, Милок, и никуда не уходи. Хорошо, сынок? Я сейчас, быстро. Назарчик, что делаешь? Давай вместе рисовать. Вот тебе сердечко. Вот еще одно. Ой, я испортила твой рисунок, ну извини. Назар, скажи, когда мама придет. Назар, ты куда? Не зови маму. Все, Назар, держи. Держи, я побежала, пока. Бегу, Назар, я недолго. Ух ты, Назарик, это ты сердечки нарисовал? Ничего себе. Бегу, ты как так умеешь? Подпишись на клуб ТУП. Назар, это что? Это как такое вообще возможно? Даже маленький ребенок просит, чтобы ребята подписались на канал. Неужели после этого кто-то будет смотреть без подписки? Назар, ты куда убежал? По-моему, Назарик, ты подустал. И тем более у меня дома остались кое-какие домашние дела. Пошли домой. Сынуль, давай посидишь на диванчике, попьешь воду. Иди сюда. Держи бутылочку. А я пока поглажу вещи, хорошо? Пей воду. Так, и наволочки надо погладить. Сиди на диване, залезай на диван, посиди. Я сейчас за наволочками сбегаю. Назар, мама, клашкой тут занимается. У меня есть для нее план. Смотри, Назар. Теперь мама будет гладить все чайником. Смешно, скажи. Все, Назар. Маме ни слова. Все, пока. Как дела, сынок? Ты тут нормально себя вел? Сейчас я быстренько наволочки поглажу и будем играть. Так, что я делаю? Я не поняла. Я чайником глажу? Так, что со мной происходит сегодня? Что такое? Как я могла... Подожди. А это глаженая вроде. Как я могла чайником погладить? Жесть какая-то. Чего-то какой-то дурдом. Сегодня я больше гладить не хочу. И вообще, глажка это не мое. А вот постирать бы не помешало. Так, надеюсь, со стиркой у меня все получится. Не так, как со сглажкой. Ребята, в общем, мама затеяла стирку. Вот ее телефон. Сейчас мы все посмеемся. Открываем и кладем. Пока. Супер, мама, когда это увидит, просто обалдеет. Как думаете, она меня наругает? Она, конечно, мне добрая мама. Поэтому сомневаюсь, но вы такого не повторяйте. Капец маминому телефону. Если что, меня здесь не было. Пойдем мне тебе водички налью. Будешь пить? Слушай, мы бы с тобой пошли погуляли бы на детскую площадку. Но я включила стиральную машинку. И не могу оставить ее, пока она не достирает вещи. И, кстати, что это за стук? Что это такое? Я не поняла. Что там стучит? Так, быстро-быстро отключаем. Я уже забыла, как она отключается. Так, так, так. Отключаем. Что это внутри? Назар, это ты, что ли, туда что-то положил? Что? Что? Мой телефон? Это как? Я забыла проверить карманы. Только не это. Назар, обязательно проверяй карманы. Вот когда вырастешь. А хочешь постирать джинсы? Проверил карманы. И только после этого стирай. А то будешь как мама стирать телефоны. И что же мне теперь делать с телефоном? Как мне его просушить? Ах, я вспомнила. В рис надо положить. Так, надеюсь, это поможет. Рис должен впитать всю влагу. Так, засовываем. Это лайфхак такой. Мама постирала телефон. Теперь я его засовываю в рис. И он должен впитать всю влагу. Давай дуть на нем. Ой, бросик. Не, 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 выплюни, выплюни. Это сырой. Ха-ха-ха. Рис. Кушать это нельзя. Это ты голодный, что ли? Думаю, сладко. Ты кушать хочешь? Только кушать не надо, Рисинки. Хорошо? Давай проверим, помогло или нет. Давай, достанем. Так, снаружи он, конечно, сухой. А вот внутри, я не знаю, надо кому-нибудь позвонить. Он даже не включается. Ладно, положу его обратно и пойдем поиграем. Мам, я тебе звоню, 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 звоню. Ты что, совсем не слышишь? Том, ты не поверишь, сегодня такое происходило. Я случайно постирала свой телефон, не проверила карманы и включила стиралку. Как это постирала? Мам, ты чего? Да ладно, ничего, с ним все будет нормально. Я его засунула в Рис, идем покажу. В какой еще Рис? Мам, ты сделала только хуже. Вот, смотри. Ну, говорят же, что Рис впитывает всю лишнюю влагу. Какой Рис? Какая влага? Мама, срочно телефон в ремонт. И как ты вообще могла не проверить карманы? Ну, не знаю, замоталась с малышом. Вот ты пришла и сейчас будешь помогать не с Назаром. Так что идите гуляйте, а потом еще и телефон мой в мастерскую отнесешь. Ладно, мам, иди полежи на диванчике, отдохни, я тебе сейчас попить принесу. Ой, с удовольствием, наконец-то я отдохну. Сейчас будет рожака по полной. Смотрите, ребята. Мама, несу. Ой, лимонадик я люблю. Холодненький такой. Ага, прям только с холодильника. Тьфу, 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 Тьфу. Ты что, туда соль добавила? Да у меня и так сегодня был тяжелый день. Быстро с братом гулять на улице. Хорошо, хорошо. Все, все, мам, я поняла, все, прости. Назар, идем гулять. Гулять идем, гулять, быстро, быстро. Пойдем, пойдем скорее. В общем, ребята, по-моему, мама ни о чем не догадалась. Если вам понравился этот видос, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Потому что даже мой младший брат просит вас о подписке. Все, ладно, ребят, всем пока. Я пошла гулять с братом. Назар, побежали, Назар. Побежали, побежали. Беги, беги, беги. Скорее, скорее, давай. Сынок, что ты наделал? Ну, сколько раз я говорила, чтобы ты не трогал Томину косметику. Она сейчас вернется и всем нам устроит. Ты же знаешь, как она из-за этого бесится. И все равно трогаешь. Это какие уже румяна? Десятые, наверное. Эх, все испортил. Ладно, пошли вниз, потом поднимусь, все уберу. Иди сюда. Ой, сейчас почищу тебя. Ой, подошла. Все, пошли вниз. Вот так. А другой ручкой. Другую ручку. Нет, другой рукой. Всем привет, я дома. Дома пришла, ура, привет. Как дела? Как погуляла? Все отлично, мам. Погуляла просто суперски. Как настроение? Хорошо. Том, ты подожди, подожди. Не поднимайся пока наверх. А что случилось? А, я там специальным средством от мух побрызгала. Сейчас должно там проветриться. Ой, да, мам, ничего страшного. Я же не муха. Со мной ничего не случится. От каких мух? Что ты там побрызгала? Да, это я специально сейчас обманул, чьи ее пыталась. Там Назар очередную ее косметику испортил. Сейчас такой тут шум будет. Ну, все. Ужас. Черт, ну опять 25. Ну сколько можно? Честное слово. Назар! Я же сто раз просила не пускать Назару в мою комнату, пока меня нет дома. Он опять испортил мою косметику. Том, ну это же мелочи жизни. Ну да, главное, что все живы и здоровы. Ну вот видишь, ты все знаешь. И вообще, перестань кричать. Назарчик туда не заходил. Том, хватит шуметь. Назар ничего не делал. Ты, наверное, сама уронила свою косметику и забыла об этом. Ну конечно, вы с папой как всегда его защищаете. И вообще, вы любите его больше всех. Он ваш любимчик. Ну вот, приехали. Может, ты еще и ревновать начнешь нас к нему. Он просто маленький. У вас на все, что бы он ни сделал, он просто маленький. Нет, он просто ваш принц. Ну вот, как я и думала. Ну да, теперь весь день будет без настроения. Ну вот посмотрите, что надел Назар. Это пипец какой-то. Мои родители меня вообще не хотят слышать. Это меня уже достало. Я Назару очень люблю. Но он уже столько успел моих вещей испортить. Особенно косметики. Ребят, короче, я сегодня буду себя весь день вести, как мой младший брат. Чтобы мои родители наконец-таки увидели, как это выглядит со стороны. И может быть, они хоть как-то повлияют на эту ситуацию. Они вообще Назару не делают замечания. Ссылаясь на то, что ему даже нет двух лет. В общем, посмотрим, как они будут реагировать на меня, если я буду вытворять все то же самое, что и Назар. По-моему, Тома что-то задумала. Родители. В общем, у меня такая тема. Я себя сегодня целый день буду вести, как Назар. Вы же говорите, что он якобы идеальный ребенок и так далее. Вот посмотрим, как вы будете реагировать на меня. Ну, нас ты нисколечко не напугаешь. Потому что он реально идеальный ребенок. Да, ну я думаю, что это будет вообще-то прикольно. По рукам, по рукам. Ладненько, договорились. Том, подожди, а зачем ты надеваешь папины грязные кроссовки? И вообще они тебе чуть-чуть великоваты. Давай снимай и положи вон туда на коврик. Не надо тут мне топтать. Что ты делаешь, Тома? Это что такое? А что? А что такого? Ничего. Это Назара вообще какой-то прикол. Кидать вот так вот обувь. Теперь Тома это делает. Только этого мне не хватало. Ребят, у нас есть вот такие ворота безопасности. Чтобы наш Назарчик не покатился вниз по лестнице. Но иногда он делает вот так вот. Берет сумку с шариками и кидает. Прикольно, правда? Назар гений, по-моему. О-о-о, шоу начинается. Интересно, что Тома еще придумает сегодня? А теперь самое классное. Ура! Ловите бомбу! Ну, нормально вообще. И кто это все собирать будет? Не знаю. Скорее всего, вы. Кажется, моим родителям не очень сильно нравится, когда Назарчик делает вот так. Но за это они его все равно не ругают. И они, кажется, на меня сейчас смотрят. В общем, смотрите, что они любят мои родители. Ой! Ой-ой-ой! Красота! Ну вот посмотри, ну что она делает, а? Назара ругаем, а нам делает то же самое. Ну не сыпь песок на траву, Тома. Играй в песочницы. И так уже вся трава в этом песке. Да, Назарчик так делает постоянно. Правда, Назар? А, ты же еще любишь обувь снимать и в белых носках по газону бегать. Этим я сейчас и займусь. Все, Назар, охраняй мои тапочки. А я побежала. Назар, Назар, второй тапочек сними. Сними давай, Победу. Побежали вместе. Давай руку вместе побежать. А, ну понятно, я тогда без тебя побежала. Ну сколько можно носки портить? Я их потом выкидываю. Они не отстирываются никаким порошком. Перестаньте бегать в носках по улице. Мам, ну ты не понимаешь, насколько это круто. Попробуй сама. Назар, побежали. Папа, иди посмотри, что они вытворяют. Наконец-то привезли вкусняшку. Я уже голодный. Ой, я тоже. О, картошечка, фри. Сейчас Назар увидит и опять будет все это просить. А ему-то нельзя. Не-не, ничего они не будут просить. Ничего мы им не дадим. У них своя еда есть. Ты приготовь Назару сразу пюречку его. А, сейчас, сейчас погрею, да. Брокколи. Брокколи? Не, у меня там что-то с этой, с тыквой есть. Очень вкусное пюре. Ой, какая вкусняшка. Ой, я тоже хочу. Не-не, тебе нельзя, маленький такой нельзя. В смысле? На, вот тебе эти пюре погрел. Садись, кушай. Очень вкусное, с тыквой. Будешь? Пюрешка не надо. И я не буду. Томат, ты что делаешь? Ты зачем пюре размазываешь по столу? А, Назар так все время делает. И ничего страшно. Ты же сама говоришь. Он познает мир. Твои же слова? Слова. Я хочу вот это, хочу. Вот это, хочу. И вот это тоже хочу. И вот это тоже мне, мне все. На, держи, ешь. Хорошо, ладно, пойдем. Вот это вот тоже хорошая фотка, да? Ой, а вот это прикольно. На, вармашинный бой. Ой, вот классно. Где вода течет? Не знаю. Сейчас посмотрю. Ну что там? Ах, тебе лучше это не видеть. Она моет там твою машину. Она и так была грязная, а теперь вообще вся в разводах. Там ужас просто, что творится. Тома, ну прекращай уже баловаться. А вот Назар всегда моет папину машину. Но он маленький, он вообще ничего не понимает, что он делает. Все он понимает. Это вы просто всем разрешаете. Я вспомнила, как Назарчик со шлангом в руках за вами бегал, а потом нам весь первый этаж залил. Только не это, быстро в дом. Как вам такая идейка? А-а-а! Беги назад! Настоящая хулиганка! Я, честно говоря, не ожидал, что она серьезно это сделает. Трусиски, трусиски! Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе! Ладно, там мама уже, по-моему, расстроилась. Пойду я что-нибудь приятное сделаю. Назар, ты со мной? Так, так, так. Ну, выберу вот этот вот бутончик. Ребят, если что, ломать цветы очень плохо. Вы так никогда не делайте. Хотя мой братик один раз сломал мамин любимый куст роз. Пошел ей спокойненько подарил. Мама, конечно, его поцеловала, поблагодарила. Но я увидела то, что она очень сильно расстроилась. Все, ладно, ребят, погнали! Мам, что делаете? Ничего, а ты как? Набаловалась, нахулиганила и успокоила? Пришла извиняться? Ага. Только не это, ты поломала розу? Как ты могла, Тома? Ну, зато, когда тебе Назар сломал и подарил розу, ты радовалась, говорила, как это миленько. Когда он поломал розу, он сделал больно растению. Тома, ну это же плохо, ты-то понимаешь, что это плохо. Дай я понюхаю розочку. Назар, ну-ну-ну, да ты Тому научила, она за тобой все повторяет. Нельзя розочки ломать, хорошо? Слушай, возможно, мы действительно его балуем. Давай уже признаемся в этом, что мы ему слишком много позволяем. Да, но если мы это признаем, значит, мы сгодимся. А у нас с тобой какой сегодня уговор? Победить. Победить. Какое-то странное затишье. Пойду-ка посмотрю, что она там делает. Ну, пойди, Глянь. Мазар, а мы пока с тобой мультики посмотрим. Скажи ребятам, чтобы лайк ставили под видео. Помаши ребятам. О, фуга манилась. Наконец-то. И проблем сейчас не будет. Пусть спит спокойно. Пусть спит. Наконец-то заснула. Точно так же, когда Назар сильно устает, он засыпает прямо на полу. Только Назара мы сразу перекладываем в кроватку. Не, я ее, естественно, не смогла поднять. Я ее просто накрыла одеялом и все. Ребят, вы же понимаете, что я нифига не уснула. Я просто сделала то же самое, что и делает мой младший брат. Когда он очень много играет и устает, он может заснуть прямо вот так на полу. Если ваши младшие братья или сестры делают так же, напишите в комментариях. И вообще, напишите, что они делают смешного или прикольного. Ребята, смотрите, как высоко у нас находится пульт от ворот. Его родители прячут от Назара, потому что он вечно хочет его взять, открыть ворота и убежать куда-нибудь на детскую площадку какую-нибудь. Этим мы сейчас и займемся. Что смотрите? Да ничего, тут такие видео прикольные с Назарчиком. Слушай, а может пойдем все-таки то мы переложим на кровать? Пойдем попробуем. Хотя она, конечно, тяжелая, может вместе? Ну да, вместе, перетащим ее. Пойдем. Опа! Только она тут лежала, я ее сейчас укрыла. Я вообще не знаю, куда она могла деться. Может, спряталась куда-нибудь? Ты ничего не перепутала? Да нет, я сама вот этим одеялом взяла, укрыла Тому и спустилась к тебе. Ну, утешает только то, что Тома уже большая. А если бы такое с Назаром случилось, ты бы, наверное, уже сознание потеряла. А ты случайно пульт там не оставил на тумбочке? А я не помню, может, и оставил. О-о-о, только не это. Ворота открытые. А Назар где? Бегом, бегом. Как я и думала, она побежала на детскую площадку. Это то, чего мы боимся, что сделает Назар. Ну да, поэтому мы и стали прятать все ключи, пульты повыше на полку, чтобы он их не достал. В общем, ребят, мы погнали на детскую площадку, она 100% там. А вы любите друг друга и слушайте родителей. Всем пока! Лови! Ура! Лови! Лови, жарите! Дома, вы где? Привет, я пришел. Ой, Макс, как вовремя ты пришел. Последи, пожалуйста, за Назар. Мне срочный звонок надо сделать, телефон наверху оставила в комнате. Привет, хотя бы сказал бы для начала. Привет, привет, Максим. Только следи, чтобы Назарик не убежал. Привет, Назар. Это даже хорошо, что у Тома ушла. Смотри, что я тебе принес. Класс, да? Вау! Блин, я всегда мечтал иметь в себе такого маленького прикольного братика. Ну-ка, давай померим сейчас. Ну как тебе, Назар? Я думаю, нравится. Прикольно, да? Ребят, смотрите, как ему подходит эта шапочка. Я думаю, ему очень даже нравится. Как на самом деле повезло Томе, что у нее есть такой маленький прикольный младший братик. Я рад, что ему понравилось очень. Не зря я выбрал эту шапочку, прям как знал. Че, я тут, а где Назар? Черт, я не знаю, он вроде здесь был. В смысле, вроде здесь был, Макс? Меня не было ровно три минуты, я тебя элементарные вещи попросила сделать. Максим, где брат? Блин, Том, ну может он за тобой побежал, я думал он здесь со мной был. Индюк тоже думал, Максим, давай быстрее тогда искать Назарика. Иди там, ищи, Макс. Назар, Назар, ты где? Ну что, нашел его, нет? Ну вдвоем его нигде нет. Пипец, где мой братик? Может он в дом забежал? Да как он дверь эту смог открыть? А точно. А вам это закрыть? Назарик, ты где мой сладенький? Котенок, Назар, ты где? Назарка? Назар, вот ты где? Ты мой сладенький, Назарик, иди сюда, тебя Макс убежал, он не играл с тобой, да? Я так и знала, что не надо было тебя Максиму доверять. Пойдем, мы сейчас устроим хорошенько. О, нашла? Конечно нашла, Максим, у меня так много вопросов к тебе, как ты мог не уследить Назарика? Да я за ним следил лучше, чем ты. И вообще, посмотри, как он здесь бардак навел, как его воспитываете, все разбросал. Чего ты тут на моего брата не наговариваешь? Я более чем уверена, что весь этот бардак навел ты. Назарик самый воспитанный из всех воспитанных. Я представляю, если бы ты целый день просидел с Назариком, ты бы нам этот дом вообще перевернул бы. И вообще, Назарик слишком маленький, чтобы разводить такой бардак. Да ничего себе маленький, он очень даже непослушный, и вообще хулиганом у вас растет. И вообще, пока ты мне тут все глупости рассказываешь, и на меня все сваливаешь, твой брат уже свалил, потому что он минуту даже на месте не может просидеть. Так что давай, беги, ищи его, чтобы на меня опять все не болеть. Вот и побегу. Вечно у нее все виноваты. Сама за ним уследить не может, еще я виноват. Он же носится, как ракета, за ним глаз да глаз надо. Назар, ты здесь? Как хорошо, что ты здесь. Ты тут меня ждешь, да? А то я ходила Максима ругать, а то он все сваливает на тебя, а то, что ты якобы игрушки все разбросал. Это очень плохо, потому что в игрушки надо играть и не разбрасывать. Ты же это знаешь, я же тебя этому учила. Притащил свою уродскую шапку и начал на меня мерить и говорить, как он хочет маленького братика. Чего-чего? Ты сейчас что-то сказал, Назар? Ты все услышала. Я ненавижу такие шапки. Я люблю кепки. Кажется, я умею читать мысли своего младшего брата, потому что в комнате, кроме меня и Назарика, никого нет. А разговаривать он еще не научился. Да, в доме точно никого нет. Макс на улице, и надо мной никто приколоться больше не мог. Назар, Назар, тебе сделать кашку? Кашу? Нет. Лучше дай мне вкусную конфетку, желательно шоколадную. Назарик, я тебя понимаю. Ура! Ты хочешь шоколадную конфетку, да? Да. Обалдеть, реально, Назар, я читаю твои мысли. Жесть. Стой тут, я сейчас приду. Никуда не уходи, Назар. Мои мысли читает. Вот бы зрители читали мои мысли и подписывались. Макс, Макс, прикинь, я своего младшего брата понимаю. Он же разговаривать не умеет, а я умею читать его мысли. Ты прикинь, прикинь. Ага, дри побольше, мысли она читает. Так и тебе и поверил. Я тебе серьезно говорю. Вот сейчас пойду ему и дам конфетку, а тебе нет. Ага, очень надо. Мысли она читает. Понимает все, что ей говорит маленький братик. Вообще бред какой-то. Это же надо такое придумать. Фантазерка тоже мне. Так, стоп, а если это правда, он же может ей рассказать о моем пранке. А-а. Он как раз был рядом, он же все видел. А когда я Томми в чай подсыпал соль, о нет, что же тогда со мной будет? А если он ей все расскажет? Блин, даже страшно представить. А-а, надеюсь, он уже забыл про это. Вкусно, Назарик? Это даже лучше, чем конфетка. Кушай, кушай. Малыш, вкусненько? Ага, вкусненько. Черт, надеюсь, она надо мной прикалывается и не читает его мысли. Иначе он точно бы рассказал ей про этот пранк. А может быть, еще бы просто не успел рассказать. Назарик, чем мы будем заниматься? А, хотя я уже придумала. Давай, я почитаю тебе сказку. Ну, ты чего? Совсем с ума сошла? Мне мама перед сном читает сказку, а днем я не хочу слушать никакие сказки. Я хочу играть. Понятно, ну ладно. Какао, макао, хочу какао. Чего, чего, Назар? Пусть Максим приготовит нам какао. Понятно. Макс, Назар сказал, чтобы ты нам приготовил какао. Я ничего не слышал, ты, наверное, придумала все. Он, наверное, сказал, чтобы ты свалила отсюда куда-нибудь. А мы с ним поиграем в машинки, потому что я мальчик и он мальчик, и мы будем играть в машинки, а вы, девочки, только умеете в куколки играть. Ой, Максим, говори, что хочешь. Не хочешь сделать какао? И не надо, мы переживем. А за ту дурацкую шапку, что ты притащил, ты должен извиниться. Он тебе не клоун, чтобы такое носить. А что ты прикололась к этой шапке? Я думал, она ему понравится. Нет, Макс, мой брат очень сильно расстроился. Что, он тебе прямо об этом сказал? Ну, куда одного не оставлю, чтобы никакой Макс тебя больше не обидел. Ну и ладно, сейчас пойду и куплю ему какую-нибудь вкрутую игрушку, и после этого он будет играть только со мной, вот увидишь. Да ты пока что-то купишь, мой братик уже спать будет. Капец, он здоровый, еле вылазит. Фух, я думаю, точно Назару понравится этот медведь. Я впервые вижу такие огромные игрушки. Эй, Том, Назар, вы где? Эй, откройте. Ну, где вы? Том, я пришел. Смотри, какая классная игрушка. Еле дотащил, я думаю, Назару точно понравится. Ну, давай ее сюда, я Назарику покажу, если она ему понравится, то ты сможешь зайти в дом, а если нет, то лучше извини, стой тут, никуда не уходи. Капец, что за приколы? Да я уверен, Назару тоже такая игрушка понравится, он в жизни таких не видел. смотри, смотри, какой медведь, тебе нравится? Да. Вот так, мой сладкий. Давай. Тебе понравилась игрушка? Ого. Максу это, конечно, не обязательно знать. Ребят, кажется, ему нравится. Он там таскает ее, играет вообще, смеется. Тон, ну что, ему понравилась игрушка? Макс, ну, короче, он себя пока не простил. Да? Ну и когда он меня простит? Ну, тогда, когда ты купишь мне мороженое, он же мой брат, и хочет, чтобы мне купили мороженое. Ну, хорошо, сейчас пойду, куплю тебе мороженое. Капец, сама, наверное, придумала купить себе мороженое, и на Назару балит. Я, короче, Максу сказала, что игрушка тебе якобы не понравилась, и он еще пошел за мороженым. Сейчас, может, чтобы будет хотя бы одно мороженое на двоих, но я надеюсь, Макс догадается купить тебе мороженое и мне. Дома, вот, я купил тебе мороженое. О, спасибо, Макс, а это что? А это я себе тоже купил. Давай сюда, Назарик тоже любит мороженое. Короче, если нам понравится мороженое, я уговорю Назарика, я поговорю с ним, чтобы он тебя просил. О, Назар, вовремя ты, держи мороженое. А если нет, то прости. Ладно, все, мы пошли кушать мороженое. Да капец, она что, вообще что ли обнаглела? Как будто она специально не хочет, чтобы Назар меня простил. Вкусное мороженое нравится? Ага. Ну вот, а Макс пусть думает, что нам не понравилось, дай мне тоже. Ммм, вкуснячина, правда. Хочешь еще? Это? Спасибо. А это мне. Нет, Макс, мороженое было невкусное, Назарчик тебя не простил. Да капец, что мне еще сделать надо? Луну с неба достать. Ну, мне кажется, ему бы это понравилось, и ты бы стал для него самым лучшим другом. Но есть и попроще вариант, мы тут давно мусор не выкидывали. Выкинь, пожалуйста, за нас, тут свалка недалеко совсем. Да капец, выдумываешь всякую фигню? Чего? Нет, не выдумываю, это все Назар. Да верешь ты все. Да нет, серьезно, Назар? Не поверил. Хотя, кто в такое вообще поверит? Назар, ты где? Капец, что за издевательство надо мной? Мне кажется, это не Назар ей говорит, а она сама придумывает, чтобы эксплуатировать меня. А вообще, знаешь, это тогда Максим насыпал тебе соль в чай. Помнишь? Это совсем недавно было. Ах, паразит этот Максим, а я даже не догадывалась, что это все сделал он. ну я ему сейчас устрою. Все, я выбросил мусор. Это, конечно, Макс классно, но Назарик сказал, что обязательно тебя простит, если ты залезешь в его домик. Какой еще домик? Ну, тот маленький такой, который у нас в доме находится. Так вот именно, он же маленький, я туда не влезу даже. Ну, если не хочешь, Максим не залазит, только он тебя не простит, сам понимаешь даже. Ладно, я попробую. Вот и славно, пойдем. Вот Макс, вот этот домик. Капец, он маленький, как я туда вообще влезу? Он для детей. Да влезешь, влезешь, Макс. Капец, он маленький, и тут очень тесно, Том. Эй, я не понял, что за дела? Том, тут тесно очень, выпусти меня отсюда. Не буду я тебя отсюда выпускать, мне Назарчик все рассказал, то, что это ты подсыпал соль в мой чай, а свалился на Машу. Эй, вы что задумали вообще? Давайте, выпускайте меня. Даже Назарику смешно. Сегодня ты будешь спать в этом тесном, маленьком домике, а мы с Назаркой на удобной, большой кроватке. Пойдем, Назар. Назар, нет, ну мы же с тобой друзья, ну выпусти меня. Нет, понял, пойдем. Назарик, классно мы Макса наказали. Что? Эй, ну простите меня, ну пожалуйста, ну это же всего лишь шутка была, ну пранк, ну выпустите меня уже отсюда. Нетушки, Макс, будешь сидеть там. Назар, ну ты молодец, конечно, что рассказал мне. Да капец, я им и игрушку, и мороху принес, и шапочку, а они мне за это в этом домике закрыли. Нет, ну я точно здесь до утра не вытерплю. Назар, смотри, это молния, на, попробуй открыть. Давай, давай. Да давай, у тебя получится. Ну получится, ну хорошо, смотри, а это нож. Надо резко. Тома, а ты знаешь, что у тебя сегодня необычный день? Почему необычный? Потому что твоим днем сегодня будет управлять твой брат. Ну в смысле, мам, прикольно ты, конечно, придумала, но Назар даже разговаривать не умеет. Да ты не переживай, об этом я тоже позаботилась. Или ты испугалась? Да не испугалась я, мам, только не понимаю, как Назар будет диктовать мне, что делать. Слушай, Тома, я составила список твоих дел, а каким образом ты будешь их делать, будет выбирать Назар. Назар, ты слышал? Куда ты бежишь? У нас тут что-то интересное. Назар, скорей, скорей, скорей. Том, ну ты готова? Да. И первое задание, в чем сегодня Тома будет сниматься, в моем платье или в своей одежде? Выбор будет делать Назар. Назар, выбирай бумажку. Какую возьми? Нет, одну надо, одну, сынок. Одну? Одну возьми, давай заново. Выбирай бумажку, какую берешь? Нет, какую берешь, эту или эту? Эту. Так, читаем, интересно. Том, давай ты сама читай. Так, ну что же там? Моя одежда, ура! Я так хотела, чтобы Тома снималась сегодня в моем платье, а не на 5 размеров больше, чем у нее одежды. Назар, иди сюда! Было бы очень смешно. Иди сюда, я тебя расцелую за такой выбор, Назар! По-моему, Назар в своей команде, Тома. Тома, ну тебе, конечно, очень повезло. Конечно, мам, только все уже, игра закончилась, я по своим делам. Нет, нет, у меня приготовлено еще очень много дел, так что зовем Назарчика, Назар! Назар, давай, следующий выбор! А второе задание у нас, Назарчик, подожди, давай я тебе помогу, выбирай бумажку, а потом я тогда скажу задание, выбирай бумажку. выбирай скорее. Какую? Одну, одну нам надо, одну есть. Пальчиком покажи, какую, сынок? Одну надо бумажку. Вот эту? Ура, берись. И второе задание у нас, каша или хлопья. Что сейчас Тома будет есть, кашу или хлопья? Хлопья, Назар, хлопья, пожалуйста. Тома обожает хлопья. Нет, каша! Ура, у меня специально приготовлена очень вкусная каша. Назар, может ты кашу съешь? Ты же выбрал кашу, ты ешь кашу свою. Я не поняла, кто-то там отмазаться хочет? А-а-а, Назар кашу хочет, мам, я не хочу. Тома ест кашу, а эту коробочку с хлопьями я убираю в шкаф. Мам, приятного аппетита. Зачем меня дразнить? Сейчас я посмотрю, куда мама спрятала хлопья, и через некоторое время я их обязательно все съем. Назар, ты будешь кашу? О, Назар будет. Ненавижу эту кашу, если честно. Назар, в следующий раз внимательнее выбирай задание. Ну что, у нас третье задание. Смотрите, Тома так без аппетита ела кашу, но почему-то на нее посмотрел Назар и очень захотел эту кашу тоже. Он ее хотел на полу, на диване, видимо, потом доесть. Ребенок занят. И у нас третье задание. Ну что, Назар, выбирай, что Тома будет делать. Помогать маме пылесосить, то есть, или делать свое любимое дело, валяться на диване. Валяться на диване. Назар, валяться на диване. Вот это. Валяться на диване, я надеюсь, ты выбрал. Пылесосить, пылесосить, пылесосить. Валяться на диване. Ура. Они сегодня сговорились против меня. Назар, давай пять, быстро, давай пять. Давай мне пять. Миллион пять, миллион пять. Давай вместе валяться на диване. Ура, Назар, спасибо тебе за отличный выбор. Ты лучший брат на планете, Земля. А что же мне делать тогда? Получается мне пылесосить Тебе пылесосить Хотя я не участвую в этом челлендже Я подумаю все равно про пылесосы у нас в комнате Ой, посмотри на них, как они валяются А ну хватит уже отдыхать И у тебя следующее дело Четвертое На этом все, можно закрывать игру Так, Назар будет выбирать Что ты будешь делать? Играть в футбол во дворе Или смотреть наши видосики Наши видосики, Назар, пожалуйста Выбирай листик Иди сюда, сынок А, я к тебе приду Выбирай листик, какой? Какой? Один надо выбрать Один, сынок, Назар Один выбери Какой выбираешь? Покажи пальчиком Несем, Томи Читай Футбол или смотреть видосики? Нет А что не так? Назар! Лови, лови Лови Кстати, ты будешь играть в футбол без Назара Одна Я еще и одна сейчас буду Ну вообще супер А знаете, что мы будем делать? Мы будем в теплом доме сидеть с Назаром И смотреть наши видосы на канале Кубсту Я расстроена Назаром Пока-пока Мы на тебя будем смотреть в окошко Бу-бу-бу Одно играть вообще не весело Вот вам получайте О, молодец Гол Сама себе гол забила Молодец, Тома, чемпион Прикольно Давай, гол, гол, гол Гол Молодец Сын, хлопай Тома гол забила Слушай, так классно Давай дверь закроем домой Чтобы она не зашла Чтобы она там поиграла Нам так весело Да шучу я Пойдем звать Томку домой Оно все забивает и забивает гол Пошли Тому звать домой Тома Что? Иди домой Хватит уже там в футбол играть Ура Ура, говори Я отсюда зайду Заходи, заходи Замерзла? Да Давай, раздевайся Там грустно мне было Я одинока Потому что Тома играет всегда в футбол с Назарчиком Том, наигралась, набегалась? Да, и устала, и замерзла Интересно, что тебя ждет дальше? Нет, я уже ничего не хочу Хочу вернуться к заданию, валяться на диване Нет, Ташки, такого не будет Сейчас Назар будет выбирать, что будет есть Тома Тыкву или арбуз Назар, иди сюда Показывай пальчиком Не хочет выбирать Он понял, насколько я страдаю Давай, лево, право, право, лево, право Тогда Тома сама выберет Давай Томе бумажку И что там? Не хочет он мне давать бумажку Уже знает, что Тогда я прочитаю, что здесь осталось И мы узнаем, что будет есть Тома Ты арбуз хочешь? Арбуз Тома, короче, уже неделю просит арбуз И... Какую неделю больше? Тома, ты будешь есть тыкву Я побежала за тыквой Сырую? Конечно В смысле, конечно? Назар, это все из-за тебя Иди давай туда, под ворота Лови Смотрите, какая она маленькая Тебе надо будет всю ее съесть Вот это поворот Все, тыкву надо будет Мам, почему? Да ладно, шучок Трешка, трешка к арбузе Ты наслаждайся Ну, сырую тыкву я еще не ела Ребята, вы ели Напишите обязательно в комментариях Мне кажется, это невкусно Ой Какая прелесть Не похоже на... Давай я тебе помогу Сама? Нет, я хочу сама Только семечки не ела Сейчас возьму и только семечки и съем Ну что, ребята, вы готовы? Я не готова Ну, согласись, что похоже на арбуз Долечка такая Кстати, пахнет арбузом А ну вкусно Понюхай, ну реально же арбуз Точно, 100% арбуз Оранжевый только О, она должна быть сладкая Вкусная? Нет Такие глаза Такая дыдь Хочешь арбузик? Тыквенный Мам, тебе сварят и даст тебе тыкву Это невкусно И Тома прошла это задание Назар сделал выбор И у нас шестое задание Ну, все как обычно Разбросали игрушки И кто же будет собирать за Назаром игрушки? Назар, я устала собирать за ним игрушки Мам, пусть он сам А сейчас мы и решим Что ты будешь делать? Играть с Назаром или собирать игрушки? Ну я не буду собирать его игрушки А ты сейчас узнаешь? Назарчик, выбирай Показывай пальчиком Я не буду за тебя Вот это Я бы сладкий, мамик Читай Молодец Играть или собирать? Собрать игрушки Назара Ура! Я не буду этого делать сегодня Удачи! Ну ты это вообще редко делаешь Чаще всего я за ним игрушки собираю Потому что прихожу не вовремя Смотрите, что делает Назар постоянно Вот он вот так вот у нас играет У нас все эти игрушки по всему дому А собирать будет дома Вот именно! Не хочу, не буду! Ты зачем это сделал? Чтобы я по всему этажу сейчас бегала Смотрите, какой слон есть у Назара Держи слоненок с цепочкой Назар, может договоримся? Я тебе дам конфету, а ты соберешь все игрушки Пойдет? Ой, он согласился, ребят Давай, Назар, собирай игрушки Назар, ну помоги мне хотя бы Я тебе куплю много конфет Килограмм конфет куплю твоих любимых Помоги, помоги, давай, давай Я тебе все конфеты в магазине куплю Ну куда ты пошел? Не рассказывай маме Маме не рассказывай ни слова Ты что? Ну иди сюда, помоги, ну пожалуйста Ну все, мне уже лень Помоги мне Что ты делаешь? Что ты тоже лег? Вставай, собирай игрушки, Назар Вставай Ну что, у нас очень вкусное задание И Тома будет сейчас есть Или ложку меда, или ложку какао А, я думала, какао надо будет заварить вкусненько Нет, сухого какао ела когда-нибудь? Конечно Это же невозможно, ты потом кашляла? В смысле? Нет, я не кашляла, это же возможно А мы сейчас вот проверим Сможет Томас есть ложку какао Или же ложку меда А Назар сейчас будет нам помогать Я даже не знаю, что лучше Ложка меда или ложка какао Наверное, лучше ложка какао Потому что мед слишком сладкий И я без чая его не могу есть Назар, показывай пальчиком, какая бумажка Ему нравится Ну, он уже все Он на все готов Читай Мед Ложка меда Целая ложка меда Столовая или чайная? Иди посмотри, какую я там Назар, ты против меня пошел Мама настроила тебя против меня? Как можно мед не любить? Это же самое сладкое лакомство А как можно без чая кушать? Спокойно Ладно, ребята, идемте Вот такое ведерко у меня меда Вот такая ложечка Надо полную, мам? Полную, полную Ну, спасибо, скажи, что не ведро меда Давай полную Спасибо Это пол ложки Давай полную В смысле, она полная, ребят? Она не полная Давай еще с горкой Так она полная Давай с горкой Ну с какой горкой? Нужно вылиться все Да, а теперь вот Ух ты Вкусненько Чаек хочется? Нету чайка, ешь так Это же Мама Надо выполнять задание, честно Там не было написано, что будет пить с чаем Есть мед с чаем О, пришел Так сладко Ты тоже хочешь, да? Тоже хочется? Сынок, тебе нельзя У тебя аллергия будет Мам, ну что, мы закончили? Или вы будете решать, как я буду спать? Стоя или лежа? Кстати, хорошая идея Жалко, я об этом не подумала Плохая, плохая идея Мама, отмена Следующее задание А сколько их еще? Еще очень много Кукуруза Или мытье посуды Какая кукуруза, мам? Сырая, которую я вчера купила В смысле сырая? Да, сырую кукурузу будешь есть Я не буду есть сырую кукурузу А мы сейчас это узнаем Может быть и посуду будешь мыть Ну я лучше посуду помою Там как раз раковина пустая Давай, выбирай Показывай пальчиком Правильно, ничего не выбирай Нужно ничего выбрать, чем кукурузу Нет, он сейчас выберет Давай, показывай пальчиком Вот эту первую он показал бумажку И что там? Помыть посуду? Поменяем Давай, мам, ну поменяем Вот если бы там была бы полная раковина посуды Я бы, конечно, может быть даже и поменялась Мам, нет, нет, а вот не надо так Давай сразу поменяем Я туда посуду сейчас накидаю Короче говоря, Тома сейчас будет есть сырую кукурузу Не буду я ее есть Назар, мы с тобой больше не брать с сестрой Ты понял? Потому что это вообще капец Сначала сырая тыква Теперь кукуруза Мама, у меня что, какая-то сырая диета? Сыроедение, да? Сыроедение Я теперь ем только все сырое А следующее будет сырое мясо, мама Да, мне же интересно, какая на вкус сырая кукуруза Ну так пробуй Нет Почему я? Смотрите, что это за волосы она нарастилась Волосы кукурузы Зачем кукурузе волосы? Ну, это же девочка Понятно Это ее прическа Кусатый, кусай Мне кажется, она вкусная Ну вот, кусай, ешь Ешь сама за меня Нет, я потом сварю и буду есть свареную Смотрите, какая она волосатая Капец Что-то ты... Да хватит ее очистить, кусай Кусай, кусай Ребята, готовы? Я знаю, что вы болеете за меня И ставите за меня лайк Ребята, конечно, готовы А ты готова? Ой, Назар просит Ооо Катомка откосила Смотрите, какой большой кускман Ой, ты просит Смотрите, как Назарчик просит В ротик покажет Ням-ням Как будто я траву ел Просто вот так вот туда пошла Вот так Вот так Прям чувствую себя Не, я не буду Мне интересно, конечно, какая она на вкус сыра кукуруза Я никогда не пробовала Но я этого делать не буду Том, молодец Томе лайк И... Попробуй Нет И следующее задание Воды, мам Воды Ребята, все, что вы видели до этого момента Было слишком лайтово Это были очень легкие задания Неправда Правда Сыра кукуруза и сыра тыква Это такая вся ерунда Вообще легкая Сейчас Тома может ждать что-то очень жесткое Тома Я уже настолько устала, что не могу никак реагировать на это Я хочу, чтобы в моем сейчас задании был киндер Все Или сон А выбирать будет, как обычно, на Зарчи Давайте поменяем прайву Теперь я буду выбирать Нет, нет, нет Самое крутое, самое жесткое, самое сложное задание Назад, показывай пальчиком Окей Держите Более Спасибо Читаем Искупаться в одежде Мама Ес Томе не повезло А здесь было искупаться, как обычно И Тома купается в одежде Билли, это твое задание, ты выполняй Ты зачем такие задания придумываешь? Ты сейчас еще, кстати, обувь наденешь Чего? Ладно, шучу Вот в этом красиво Нарядит Тома, идет в душ Не пойду Не пойду Это не честно Назар, ты зачем такую выбрал, карточку? Целый день выбираешь такие карточки Назар Назар суперспокоен Ему вообще, по-моему, все равно А Тома идет в душ Ребята, напишите комментарии, что мама неправильно сделала Что вы, что в принципе Придумала такое задание Ну все, ребята, пошла я Пожалуйста, поставьте побольше лайков Вообще не хочу Ненавижу мокрую одежду Особенно мокрые носки Фарк Какой наш парк! Ребята, давайте сделаем так Вы ставите много-много лайков А мы снимаем вторую часть Динозавр управляет маминой жизнью Я вам обещаю Я придумаю такие жесткие задания Вы просто не представляете Мама будет в шоке Давайте с вас лайки Отменяем месть В общем, все, ребята Я пошла Сушиться, переодеваться Фу Всем пока! Он еще идет Я желаю Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok